Раскаяние мое, оно значит полное, глубокое, искреннее. Но еще раз подчеркну, раскаяние в том преступлении, которое я совершил. Свою вину признает, но с предъявленным обвинением не согласен. Бывший председатель облзберкома сегодня произнес последнее слово. Денис Васильев сознается в мошенничестве, но не в получении взятки. Неинтересны, к сожалению, силовым структурам обычные экономические преступления. Такой легкостью можно взяткодателя, который является, по моему мнению, преступником. Но его освободить от ответственности, лишь бы он твердо давал показания, что давал деньги именно в качестве взятки. Бывшего главу облзберкома взялись по личным в октябре прошлого года. В автомобиле Васильева оперативники изъяли более 2,5 миллионов рублей. Примерно такая же сумма была передана чиновнику ранее. Сегодня на процессе Васильев подробно рассказал о его взаимоотношении с рекламным агентством. Я увечил их в хищении бюджетных средств, потому что рекламная кампания сорвана. И осталось несколько дней до выборов. И предложил поделиться той суммой, которая предполагалась к хищению. По моим оценкам, как я говорил, это было 10 миллионов. А, соответственно, половину, 5 миллионов я и предложил отдать мне. Деньги на информирование населения о предстоящем голосовании выделяются из бюджета. Далее, в соответствии с 94-м федеральным законом, должен проводиться конкурс среди организаций, которые будут размещать рекламу о выборах. По словам Галины Степенко, на протяжении нескольких лет возглавлявшей обл. избирком до Васильева, контроль за работой рекламных кампаний всегда был тотальным. Мы ведь должны были просто высчитывать, сколько денег мы фактически можем потратить на рекламу, на изготовление бюллетеней, на изготовление приглашений, на информирование, допустим, по радио, по телевидению. Если мы видели, что это дорогое удовольствие, от некоторых удовольствий нам приходилось просто отказываться. Как следует с материала следствия, перед осенними выборами в областную думу конкурс среди рекламных организаций не проводился. Правда, в последний момент из обвинения этот факт был убран. Сегодня Денис Васильев просил назначить ему условное наказание. Страна же обвинения настаивает на реальном сроке. Учитывая смягчающие обстоятельства наказания, которых по делу было установлено несколько, отягчающих обстоятельств не было установлено. В итоге мы просили признать Васильеву виновным по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с применением штрафа в размере двукратного суммы взятки. Приговор Денис Васильев услышит уже завтра. Георгий Колчин, Георгий Иванов. День в событиях.